шалом вы слушаете сладкий и опасный как шоколад компании штраус подкаст чё там у евреев это еженедельный подкаст о главных новостях в израиле в резком мире меня зовут макс лев и маша привет мы сегодня будем обсуждать много вещей перепалку россии и израиля относительно нацистов у нас будет опять нацистские свадьбы другие другие другая нацистская свадьба мы будем много говорить про нацистов вот такой у нас теперь подкаст кроме того для тех кто нас поддерживает на патреоне это очень приятно выгодно и полезно мы запишем еще дополнительные подкаст где который называется евреи говорят о вечном где мы будем обсуждать вечная вечная культуру отмены культуру отмены умерших людей вот так бы я сказал культуру отмены умерших людей отлично отлично да хорошо сформулировал ну да могу умею вот а я хотел напомнить пожалуйста если вы слушаете наш на слушайте нас в подкасте или смотрите на ю тубе и не подписаны там где вы смотрите или слушайте подпишитесь нам это правда помогает вот да кроме того spotify добавил теперь рейтинг подкастов и можно ставить оценки подкастом так что да и в при тоже поставьте рыб в при нам рейтинг елки-палки будет так как охрененно да все так все так давайте начнем с 5 минутки рефлексии расскажем что было интересного за неделю вот лев чем порадуешь но на этой неделе из интересного у нас была гостя это рита которая приехала которая была жила в россии и сейчас приехала в израиль там выходила на митинги протестов и в общем ей стало там очень небезопасно находиться вот и что интересно что рита уже была в израиле и она приезжает с целью сделать репатриацию вот и тем не менее ее пять часов дрючали в аэропорту бен гуриона бен гурион то бишь да и грубо говоря она как как она поняла что они решили что она проститутка вот и приехала в израиль с кучей чемоданов и документами на репатриацию чтобы заниматься проституцией потому что еврейским проституткам платят больше это всем известно да я вспомнил еще тоже высказывать не того же самого бен гуриона уже не репорта человека про то что когда в израиле появится там свой бандит и своя проститутка вот она мы будем своим государством и просто мне кажется что если девушка начинает в этом подозревать это вы не понимаете я та самая та самая проститутка независимости мне нужно попасть в израиль да ты смеешься но большинство женщин проходит через это когда они прилетают самостоятельно в государство израиль независимо от того есть у них корни или нет хорошо я согласен я поэтому когда ко мне прилетали подруги я всегда им писала приглашение что вот я такая то такой номер паспорта приглашаю свою подругу будет жить у меня никто не будет заниматься проституцией из нас большое спасибо вот мой номер телефона слушай я такие же писал письма всем но гаррика гонисяна все равно дрючили тоже несколько часов у меня даже теперь понятны вкусы пограничников у меня даже семейная пара которые приехали на месяц в израиль ко мне и пригласил они тоже сидели пять часов в аэропорту да и в общем грубо говоря это происходит все года которые я здесь есть я предупреждаю всех кто приезжает что друг чуваки вас могут на границе вздрючить но потом будет вообще псаца бомба классно будет да молоко и мед и меня просто интересно можно кто-нибудь объяснить мне или всем вообще как это влияет на безопасность вообще был ли вы или хоть один реально опасный человек вот с помощью этого всего или нет нет потому что опасные люди даже не приходят в аэропорт бенгариона них не хотят подвергаться этому унижению а хотите я расскажу что же дрючили когда первый раз приехал в израиль я не знаю вас дрючили нет как это происходит могу описать коротко кто не получил этот экспириенс значит это был первый раз когда я приехал в какой-то еврейский лагерь который делал рувик и я тогда ничего не знал я не был а или было я на таглите после таглита приехал в этот лагерь и значит меня тоже отводят тебя вытаскивают из очереди а забирают паспорт и говорят иди туда в в отдельную комнату я иду в отдельную комнату и там сидит еще в очереди один мужик какой-то не сужусь рядом мы сидим ждем проходит 20 минут ничего не происходит и потом я такой мужик тоже кого-то не в адеквате я что-то пытался не общаться он не реагирует я просто стучу в дверь открываю а там чувак спит внутри ну типа я реально открыл дверь а там просто спит на столе чувак ну работник я закрываю дверь стучусь соседнюю дверь и говорю типа у меня отобрали паспорт сказали прийти а там чувак спит и в итоге женщина просто начала стучать в стену чтобы там типа или вставай или снова и вот и короче или встал и меня позвали я зашел он грит чё приехал я говорю приехал лагерин такой а ну молодец дал мне паспорт и я пошел и а теперь смотри если хотите послушать то же самое но смешно загуглите гаррика гонисян про израильскую таможню у него еще в шоу истории в выпуск тоже вот ну тут примерно то же самое рассказываю только со своих взгляд там смешно вот то есть я тоже смешной а я не смешной вот так получается но с этими людьми приходится записывать подкаст все понятно спасибо большое лев все твоя история закончена есть что добавить нет все хорошо может у тебя было интересно у меня тоже есть претензии ко льву теперь это такой такой подкаст государство израиль государство израиль проводит перепись населения переписывают не все население есть какой-то процент людей им присылают ссылки повестки смс-ки говорят заполни перепись и мы тебе дадим денег даже немножко есть на самом деле еще кнут если ты не заполнишь что будешь платить штраф 500 шекелей серьезно да я об этом сначала не знала я начала заполнять а сколько платят если не секрет дают ваучер на 70 кажется шекелей можно купить свинца потрясающе 70 шекелей 500 шекелей штрафы очень справедливо подожди ты еще не знаешь всю всего всего я начинаю заполнять меня спрашивают как меня зовут там номер паспорта где родилась когда там еще не очень удобно эти выпадающие меню дурацкие где нужно каждую дату вводить я не знаю умирая внутри и так восемь раз подряд вот а потом меня спрашивают а с кем ты живешь сколько вас человек в этом домохозяйстве я говорю ну вот я и лев гальдорт я просто такой ммм лев гальдорт как интересно сколько льву гальдорту лет когда он репатриировался в аль это как будто с мамой со своей разговаривать во сколько он выходит из дома на работу просто начинаются вопросы про льва гальдорта дилет на сколько раз он был женат сколько раз был женат а нет сначала меня спрашивают альф гальдорт женат или разведен в общем интересные вопросы я думаю когда же когда же когда же начнутся вопросы про меня и тут я вижу что уже перевалилась 60 процентов вопросов при меня не начались, я психанула, закрыла и решила, что пусть Льву Гальдорту присылают ссылки. И штраф пусть ему присылают, 500 шекелей мы самое плачем. Да, мне это про штраф я узнала потом и подумала, ну ладно, хорошо, да заполню. Вот, и мне ещё сказали, всё нормально, всё нормально, там закончатся вопросы про Льва и начнутся вопросы про тебя. Это же в комментариях посту, который Маша написала в Телеграм-канале гневном. Да, да. Это из вторых рук история. Ну как из вторых рук? В общем, неважно, у истории есть продолжение, я сегодня всё-таки дозаполнила до конца, я ждала, когда же, наконец, начнутся вопросы про меня, а их на самом деле так и не было. Меня спросили, где Лев учился, и я очень долго указывала все места, которые... Сколько лет образования было у Льва там, да. Да, сколько учился там, нужно поставить головочку в начальной школе, в средней школе, в старшей школе, там-то, там-то. Я думаю, ну ничего, да идёт, наконец-то, меня потом про работу Льва. Где Лев работает? В разработке. Чем он занимается? Разработка. Как называется отдел, где работает Лев? Разработка. А чем он занимается в этом отделе? Я слову, петух. Разрабатывает. Разрабатывает. Что разрабатывает? Нет, не было такого вопроса. Короче, я думала, ну вот сейчас меня спросят, где я училась, и я расскажу. У меня есть столько мест, где я училась. Да, вы посчитали, что у меня есть 13 лет образования, а у Маши 20 с половиной, чтобы вы понимали. Да, а лет мне 22. Нет. В общем, очень обидно, не спросили ничего обо мне. Под конец начались вопросы про здоровье Льва, как Лев себя чувствует, причём... Пердит ли он по утрам, там реально такого уровня вопроса, я в шоке был. Днём, а вечером. Да, испытывают ли сложности одеваться, там Маша такая, что-то просто в стиле спрашивают, или про что. Причём я устала, я в какой-то момент, я пыталась сначала в ноябрите всё это читать, потом я просто стала переводить страницу переводчикам, и Льва Гальдорта в какой-то момент переводчик стал переводить как сердце Галдора. Испытывает ли сердце Галдора трудности с подъёмом по лестнице, с одеванием, есть ли у сердца Галдора трудности с вниманием и концентрацией. Тут я, пожалуй, есть небольшие. Всё, здесь заканчивается. Нет, так история в том, что после этого, реально после вот этих всех этих вопросов, вопрос в духе типа, ну а сама как, не кашляешь, да? Ну нормально. И всё, там реально. То есть из-за того, что израиль гораздо интереснее лев, чем ты, я правильно понимаю? Не, просто она такая, присылают женщине. Я заполняю эту анкету, трачу часы своей жизни. Да, присылают ссылку женщине, а ты там с мужиком живёшь, да. Чё там у тебя у мужика? А ты сама нормально? Ну ладно, пока. Что это такое? Какого хрена? Расскажи, расскажи, расскажи про него всё, всё, расскажи. Какой у него размер обуви? Во сколько, там реально есть вопрос, во сколько лев выходит на работу? Да, на скольких автобусах лев ездит на работу? Просто ёлки-палки. Про Машу вопрос, вы учитесь? Ну да, учусь. И всё, и не вопроса, где? И всё, а даже где? Какая степень? Просто плевать. Параллельно. Блин, потрясающе. Класс. Я, короче, чуть не попал в просак из-за того, что очень долго работал из дома. Значит, когда ты работаешь из дома, и тебе хочется в туалет, то ты используешь разные механики тайм-менеджмента. То есть начинаешь снимать штаны, ещё не доходя до туалета. Вот. Ну, чтобы, как говорится, сэкономить время и больше посвятить время работе. И, значит, иду я по офису, и в какой-то момент ловлю себя на мысли, что я уже развязываю шнурки на своих штанах, и ко мне на встречу шёл чувак, и мы встретились с ним взглядом, и я такой, ой, что-то штаны, что-то развязались штаны, сейчас тут поправлю. Вот. Было очень неловко. Да, поэтому я теперь более сконцентрирован, не отвлекаюсь, так сказать. Если я иду в туалет, то я прямо такой, я иду в туалет, я прямо сейчас иду в туалет. И пока я думаю только о том, что я иду в туалет. Не отвлекаюсь ни на что. Вау, вот это mindfulness. Да, спасибо большое. Когда ты работаешь дома, ты хочешь сходить в туалет, но ты идёшь в туалет просто, и всё. Ну, сидишь-то, работаешь, ну, не важно, какая есть, ты просто идёшь в туалет. Просто сошь под себя, ты имеешь в виду. Вторая мысль, которая у меня была. Это же было в анкете такое. Да, я теперь всё знаю, я видишь сразу, поняла, что он имеет в виду. Потрясающе. Так, давайте перейдём к новостям. Да. Так, у нас были новости, вообще очень горячие всю неделю. Развивался срач. Значит, есть такой, Сергей, кажется, Лавров, это министр иностранных дел России, который давал интервью итальянскому телеканалу, ручному итальянскому телеканалу, который принадлежит Берлускони. Берлускони очень большой друг России. И, значит, обычно... Ну, и то он недавно сказал, ой, вы знаете, я разочарался в Путине. Даже Берлускони сказал. Ну, тем не менее, в общем... Это же когда Берлускони был премьер-министром, Умбертеко написал свои знаменитые 14 признаков фашизма. Чего? Берлускони нет, мне кажется, нет. Ну, Берлускони был... Умбертеко был очень-очень сильно против Берлускони. А, ну, может быть, да, да. Как раз он тогда, начало 2000-х, он начал собирать медиа-империю, там разные каналы и газеты. Ладно, может быть. Тогда, возможно, да. Знакомая, в общем, ситуация. Да. И, ну, это говорит о том, что это, в принципе, такой относительно лояльный телеканал, который не ставит острых вопросов. Ну, такие, относительно острые. И, значит, у Лаврова спросили, вот вы говорите много про деноцификацию, а как вы связываете это с тем, что вот в Украине, значит, президент еврей, и как он, получается, управляет нацистами? И Лавров говорит, что мне кажется, что Гитлер-то тоже имел еврейские корни. И в целом, как ему сказали великие еврейские умы, что самые главные антисемиты, это сами евреи. И что вы подумали, вот вы когда это прочитали, эту новость, какие у вас были реакции, что вы подумали, что в голове у вас было? Ну, у меня просто глаза закатились так далеко, что я не была до конца уверена, что они выкатятся обратно. А у меня было так, знаете, как есть такая мем, что, мол, сидишь вроде бы с умными людьми, а сам такой думаешь, что ты несешь, что ты, блин, несешь, а ты что несешь, вы что вы все несете, вы что? Вот прям такие мысли были. А я такой, да, Лавров, продолжай, не останавливайся, больше комментариев, Захарову подключайте, подключайте всех. Просто, ну, мы говорили о том, что Израиль пытается сохранять очень дружеские отношения с Россией, и, ну, у всего есть, как говорится, пределы, и когда ты имеешь дело с идиотами, то просто дай ему шанс поговорить, и они сами все выдадут. Дай им шанс поговорить про Гитлера. Особенно, вот. И для меня это было такое, о, наконец-то Израиль поймет, что Россия, что общаться с Россией, это как будто, не знаю, пытаться, так говорится, с бешеной собакой, которая обмотана динамитом. И я такой, да. И после этого, естественно, он дал это интервью, включился израильский МИД уже, Лапит сказал, что подобные заявления, что Гитлер был евреем, это самый такой низший уровень антисемитизма, когда ты говоришь, что евреи сами виноваты в... Низший не в смысле, что он только начал, Лавров, и у него ещё впереди большой путь, а оно неприятное. Ну ладно, они там продолжили, что там. Ну в целом, как будто это была первая ступенька. Начал путешествие. Вагончик тронулся, как говорится. И, значит, он сказал, что это абсолютно неприемлемо. И Беннет тоже высказался остро, сказал, что абсолютно глупости, и это полная чушь. И после этого, значит, МИД России выкатил статью, где рассказал про то, что были, значит... Погоди, погоди, погоди. МИД России не просто выкатил статью, он сказал, что в ответ на антиисторические заявления Израиля мы выкатываем статью, как всё было на самом деле. На сайте ВКонтакте.ру какое странное слово антиисторический. Что значит антиисторический? Философский, направленный в вечность? Ну мне кажется, это то, что типа противоречит истории. Противоречит российской версии истории. Ну да. Я так понял. Нет, правильно ты понял, так и есть. В смысле у них там история, она у них меняется причём. Ну у них там и Рюрик был, этот славянин там всё. Ну мы все знаем, что у Путина альтернативная история в голове, которую он рассказывает всем. И Макрону там по телефону трактат читает. Вот. Ну короче, вот они выкатили статью, где значит рассказывали про случай, когда евреи сотрудничали с нацистами или там какие-то попытки такого сотрудничества. И я ещё вспомнил, что Махмуд Аббас, который глава полицинской автономии, он же учился в РУДН и получил докторскую степень за статью о еврейских отношениях с нацистами. Типа вот. Он защитил там докторскую. Так что в принципе в российской парадигме так и есть, что евреи сами виноваты в Холокосте и сотрудничали с нацистами активно, сами себя уничтожали, короче. Вот. В общем, значит, МИД России выкатил эту статью. В Израиле продолжили, ну, типа, возмущаться всем происходящим. Это было очень-очень дико. И сразу после этого анонсировали, что Хамас приедет в Москву. Нет, а ещё до этого анонсировали, что Израиль поставит оружие Украине. Я не ошибаюсь. Ну, там были, да, что они, типа, думают о том, чтобы не только поставить бронежилеты и каски, а ещё и защитное вооружение. Да, то есть, они такие, ну, не железный купол, не артиллерию, но уже оружие, а не каски и бронежилеты. Да, после этого была новость, что Хамас приедет, значит, в Кремль встречаться там с российскими властями, вести какие-то переговоры. Они, по-моему, приехали даже. Да, они приехали, то есть, это случилось. Мы знаем, что Хамас в России, это не... День независимости. Нет, День памяти. Да, да, да. День памяти погибших людей от терактов и войнах, да. В Кремль, в Россию приезжает, значит, Хамас — террическое организация, которое в России таковой не считается. Вот, в России считает Хамас, что это норм пацаны. И вот, и после этого, значит, всё-таки в День независимости Путин позвонил, значит, позвонил Беннету и по версии израильской, что Путин извинился за Лаврова. Вот, в России, значит, этого не сказали, в России просто сказали, что он, значит, созвонился с премьером Израиля и просто поздравил с Днём независимости и всё такое. Нет, там есть другая версия. по российской версии одобрил израильский президент проведение в Израиле праздника президент-премьер, проведение отмечания 9 мая. Празднование 9 мая, да. Да, что-то такое. Как будто бы, не знаешь, они встретились и вернулись каждый в свою реальность. Так это постоянная история. Это постоянная история. И причём, да, я вот прочитал комментарии в правом канале одного правого блогера, что, мол, Беннет... Там, короче, Рия Новость, вы выпустили некое опровержение, что, мол, Беннет заявил, что, значит, Путин извинился, а в официальной версии Кремля этого нет, значит, Беннет врёт. И вот правый блогер написал, ну, конечно, Беннет врёт, там, не настоящий премьер, там, все дела. Я думаю, блин, вот ты, чтобы пнуть Беннета, который тебе не нравится, поверил Рия Новости, вот, серьёзно, это твоя, ну, правость, блин. Вот, просто потому что, ну, грубо говоря, я могу понять, почему людям не нравится Беннет, но давайте будем последовательны. Это постоянная херня, которая постоянно происходит. Когда Биби подписал гораздо более важные вещи, такие, как соглашение Авраама, то есть это мир с Бахрейном, мирный договор с Бахрейном, мирный договор с Дубаями, и США, и арабские страны заявили, что Израиль обязался, значит, не проводить аннексию территории Иудеи и Самурии, и в обмен на это мы с ним заключаем мирный договор. Вот, и в израильской версии коммуники этого не было, и Биби говорил, что для ничего этого нет, это вообще не так всё, но в итоге никакой аннексии не сделали, и всем было понятно, ну, кто понимает, что, ну, грубо говоря, он явно им дал какие-то заверения, что аннексии не будет. Возможно, их нет на бумаге, но, тем не менее, все их так воспринимают. Вот, и, грубо говоря, ну, то есть это более-менее нормальная дипломатическая практика относительно. Слушай, ну, вот вы как думаете, Беннет на самом деле извинялся, вернее, Путин, Беннет извинялся, это по пройду уже что-то, Путин извинялся перед Беннетом или нет? Потому что, возможно, они просто, ну, знаешь, Беннет такой, чтобы совсем не эскалировать отношения с Россией, это как-то спустить, чтобы успокоить людей в Израиле, которые, естественно, читая всё это в новостях, были в шоке, сказал, что вот, типа, Путин извинился, либо Путин реально извинился. Мне очень сложно представить извиняющегося Путина, просто в главе не складывается картинка, мне кажется, он скорее мог как-то Лаврова отругать, отчитать, что вот у меня тут такой подчинённый. Вы думаете, что они реально вот так говорят? Я не знаю. Мне кажется, что они... Думаешь, они общаются телепатически? Нет, я думаю, что там... Ну, из того, что я читал, опять-таки, про встречи на высших уровнях, то, что там часто... Ну, обсуждение идёт вообще не об этом, не в этом градусе, но у них заранее согласуются их выходные какие-то, ну, комментарии, коммунике вот этого, что с чем они выступили. То есть, грубо говоря, если Бернет выступил с тем, что Путин извинился, я думаю, что они с Путиным договорились о том, что он так выступит. То есть, я почти уверен, что... Подожди, а что тогда происходит на самой встрече? Вот они встречаются. Или происходит телефонный звонок, они такие, привет, Манишма, и что дальше происходит? Нет, ну, они... Просто молчат, как дураки? Нет, они что-то говорят, но вообще, может быть, не связаны с этим всем. Что, дельфин, лодыжка, сметаны, перипетии? Да. Примерно так. Ну, там, я читал, смотри, в книге... В книге там какой-то, по-моему, вся кремлевская рать, возможно, возможно, я путаю, это за Игорь. Там была, что встреча, по-моему, с Саркази и Путина, или что-то такое, что Путин что-то к нему подбежал, взял его, значит, за лацкана пиджака, что-то мы начали на него орать. Так вот, Саркази еще охренел от этого обращения, и с тех пор старался общаться там только с Медведевым. То есть, ну, в таком духе. Понятное дело, что в коммунике этого не было, в коммунике было, что президенты конструктивно поговорили о чем-то там. То есть, ну... Саркази просто не читал телеграм-канал Медведева, иначе он с ним вообще не общался. Ну, это телеграм-канал... Подождите, может быть, то, что Путин сидит так далеко, за таким длинным столом от всех, это не потому, что он кого-то, чего-то опасается, чтобы он не хватал людей. Потому что его побаиваются. Ну, да, 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 да. Да, ну, тогда интересно, о чем говорит Макрон с Путиным постоянно по два часа. Вот этот вопрос интересный. Ну, странно. А, еще было прикольно, что Захарова выступила и сказала, что, значит, Израиль поддерживает нацистов в Украине. Да, он сказал, что в Израиле плечом с плечу со нацистами Зазова воюют израильские какие-то добровольцы. Наемники. Нет, не сказала добровольцы, она сказала наемники. А, наемники. Они даже запостили через сливной канал в Телеграме, запостили, значит, данные этих наемников. Вау. Вот, ты почти как Янукович, просто такая, остановитесь! Ты больше мне цитируешь новости российские. Нет, это да, ли новости. Маша бросила ручку в ярости во время записи подкаста. Обсуждая Путина и нацистов в Украине. Все прекрасно. Обсуждая еврейских нацистов в Украине. Да, отлично. Да, что они, значит, запостили в каком-то Телеграм-канале, типа, связанном с Кремлем, список имен, фамилии Теуда Дзутов, типа, наемников израильских. На самом деле, это оказались волонтеры, которые поехали там помогать, по-моему, беженцам или что-то такое. Вот. Ну, то есть, все, что нужно знать. Да, мне кажется, что России сейчас верить вообще просто в чем-то бесполезная история, потому что у них все подключено на политике. И вам реально... Ну, да блин, там даже встреча этого... Ну, была новость про встречу Папа Римского и Кирилла, про звонок. Ну, он был в апреле, но Папа Римский недавно только поделился, что там было. Он говорит, что Кирилл там с презентацией ему что-то 20 минут, читая из бумажки, доказывал, почему Россия должна работать на Украину. Папа Римским, «Чувак, о чем ты говоришь? Мы слуги божьи, мы не политики, что ты несешь, что ты несешь?» Ну, и Кирилл продолжал нести эту чушь, что почему нужно было нападать на Украину. То есть, я говорю, все в России подключено сейчас там одному человеку, который хочет нападать на Украину. То есть, ну, вот. Ну, мне кажется, что больше, чем один человек хочет нападать на Украину. Ну, да. Ну, в принципе, оно все в этом направлении работает. Да. Ладно, давайте... Нет, погоди, там еще была смешная штука, которую я хотел... То, что... Ну, грубо говоря, в России же там ты... Вот Путин что-нибудь бякнул-вякнул, и все начинают угадывать, что он хочет, и поэтому оттуда возникает порция бреда странного, который возникает. И кто-то из журналистов, если не ошибаюсь, он это угрожал очень забавными вещами. Ну, скажешь... Прямо еще Гитлера. Да, да, да. Значит, было сказано... Кстати, кстати, Россия является единственной страной, у которой в распоряжении есть генетический материал Адольфа Гитлера. Да, это был наезд на Израиль, и вот эта фраза... И типа, и чё? Как бы... Что? Можем клонировать Гитлера, я не знаю. Можем... Нет. Можем воскресить. А, возможно, не такие. Мы сейчас возьмем... Можем повторить. ... его мощи, проведем анализ, и выяснится, что он был еврей. Точно, 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 вы не можете больше скрывать эту информацию. А, в этом дело. Откуда такая уверенность, что Россия единственная страна, у которой есть в распоряжении генетический материал Гитлера? Да, я ещё не знаю, что с ними делали. Я помню... Смутно напоминаю... Это очень странно. Зачем его хранить? Во-первых, это... Ну, мы озвучили несколько вариантов. Во-вторых, я помню, была какая-то история про европейца, не помню, откуда чувак, но он коллекционирует все вот эти вещи, связанные с Гитлером. И у него есть даже... Он купил кровать Гитлера и спит на ней, на кровати Гитлера. При этом своё оправдание он говорит, что он не спит на матраце Гитлера. Чистая кровать, матрас, матрас, он поменял, да. Блин. Боже, какой ужас. Мы сейчас придём к новости о нацистской свадьбе другой. И мне кажется, странно, что... Сегодня день... Да, странно, что её не провели в России, в этом храме, где копия фуражки Гитлера. Мне кажется, это же идеальное место. Потрясающе. Так, ладно, давайте тогда перейдём, вернёмся к Израилю. У нас было очередное... Блин, каждый подкаст не обходится без этой новости. У нас снова произошёл теракт прямо во время Дня Независимости. В конце Дня Независимости, да. В городке Эляд, недалеко от Петахтиквы, там, ну, история достаточно дикая. Там чуваки вообще поймали попутку, попросили из жильтянина их подвезти, он их подвёз, они убили его, и потом пошли ещё убивать людей, в итоге убили трёх человек и четыре в больнице. И нападение было с мачата. То есть это было не со стволами, это было, ну, с ножом как большим. На топор? Ну, это мачата был в итоге. Вроде бы из того, что я читал. Вот. Ужасно. Абсолютно отвратительно. Если не ошибаюсь, на момент записи подкаста их не поймали ещё. То есть их ищут. И это были нелегальные рабочие застройки. Вот. То есть, возможно, нас сейчас ждёт перетрицание строек в плане легализации строителей и прочих. То есть имеется в виду, что у нас есть палестинцы, которые работают легально на стройках, а есть те, кто нелегально. Вот эти ребята пали в израиле нелегально и работают на стройке нелегально. Надеюсь, их поймают. Надеюсь, они понесут максимальное, как сказать, наказание. И надеюсь, что, ну, короче, блин, сил и семьям, и близким погибших. Да. Притом, что никто не взял ответственность за этот теракт. То есть Хамас просто поприветствовал, значит... Выразил одобрение. Да, выразил одобрение, но не сказал, что это, типа, это наши мальчики. Вот. И вроде как они сказали, что это ответочка за то, что открыли опять храмовую гору для евреев, что вроде бы на независимости поднялись какие-то евреи на храмовую гору. Вот. И что, возможно, с этим связанной эскалацией, я не уверен в 100%. Слушай, я думаю, что... Ну, я помню, ты говорил, что ты против, чтобы евреи поднимались на храмовую гору, но я против считать, что убийство — это ответ на то, что евреи поднялись на храмовую гору. То есть человек, который хочет убить, убьет, как бы... Не 100%. Я не собираюсь оправдывать убийство тем, что вот, видите, пустили еврея на храмовую гору. Нет, это вообще не должно так... И я начинаю быть против храмовой горы просто как концепцию. Ну, добро пожаловать в мой клуб. Вот. Так, ладно, давайте... То есть, подожди, можешь Аляксу снести туда, что ли? Так ты под что подводишь? Я просто провоцирую тут. Весь этот комплекс построек, камней и холмов, священных для разных конфессий, которые вызывают у людей желание убивать других людей, расстраивает меня. Такой ответ тебе подходит? Да, спасибо. Спасибо, что ударил гонг. Так, давайте поговорим, раз уже Лавров открыл этот... Как это? Ящик Пандоры с еврейскими нацистами. Мы с вами поговорим про одного из них. Чувака зовут Амир... Сейчас. Амир Херцани? Хитцрони. Хитцрони, да. Значит, что произошло? Он давал какое-то... Это крайне левый, российский, даже можно сказать нацистский, я сейчас объясню, почему. Он профессор в университете, он также писатель, публицист, и, значит, он всегда, ну, очень даёт крайне радикальные какие-то высказывания. И, значит, он выступал в одном из торговых центров фаш-дода, там была какая-то запись какой-то передачи, но он такой, он достаточно маргинальный, вот, и поэтому участвует в таких маргинальных проектах. И он, значит, очень сильно хейтил всех выходцев из Марокко, всех... Марканских евреев. Мизрахи, да, восточных евреев. Евреев, да. И он там что-то говорил, и ему в голову прилетел стул. Вот. И я понимаю, что это кинул определённый выходец из Африки откуда-то, потому что только африканцы могут так метко кидать предметы. Ладно, это была шутка. Но ему прям реально в жбан прилетело очень чётко. Да. Реально красиво. Если просто безоценночно судить, просто по полёту стула было очень... Просто Максим не обязательно оценил полёт стула. Да, да. Я, конечно, против того, чтобы прилетал в голову стул, хотя... Просто можно было вам ссать симфонию не полёт шмеля, а полёт стула, да? Да, да, да. Значит, ему прилетел в голову стул, и... ну, ему рассекло голову этим стулом, и, значит, потом ему оказывала помощь... Скорая помощь ему зашивала голову, ему зашивал голову, значит, врач восточного происхождения, и он и на него, значит, орал, что вы, типа, должны возвращаться, сидеть в своём Марокко, типа, не вылазить из своих трущоб, типа, сидите там. Я, ну, типа, я думал, что это вообще за тип, почему в Израиле такое происходит, что с этим связано. Я, значит, провёл диванное расследование, пока лежал на диване, за 20 минут провёл расследование, что это за чел. Значит, да, он учился в Итальевском универе, потом учился в разных универах, он преподавал в университете Ариэля, там он стал профессором, вот, но при этом он очень много давал таких очень странных высказываний, например, он рассказал, что выбирать между спасением кошки и феминистки он спасёт кошку, потому что они более благодарны. Феминистка бы тоже выбрала кошку, если бы выбирала между кошкой и этим парнем. Потом, что он ещё в 2015 году, когда победил Ликут, то он обвинил во всём восточных евреев и сказал, что этим евреям следовало было оставаться на родине, чем вот это, значит, необразованные неучи приезжают, ну, собственно, в Израиль и начинают что-то рассказывать. Он выступает активно против закона о возвращении, потому что, ну, он такой, типа, говорит, что он придерживается антисионистской политики, то есть, что не нужно приезжать в Израиль, евреи, живите там, где вы живёте и не надо лезть сюда. Вот. И ещё там был скандал в Большой 17-м году, когда он флагом Израиля вытирал пол и ещё было, что он когда на могиле, на могиле умерших солдат израильских сделал улыбающуюся фотографию и написал, что очень жаль этих идиотов, которые не смогли откосить от армии. Вот такие вещи. И потом, что ещё? А, он, его забанили в Фейсбуке ещё давно и он подал в суд на Фейсбук и требовал миллион долларов компенсации. Естественно, он суд проиграл и его суд обязал выплатить издержки судебно на 300 тысяч шекелей, точнее штрафа. Его забанили в ТикТоке, он сейчас судится с ТикТоком, если что. Понятно. Откуда у него столько денег? Не знаю. Он в долг судится с ТикТоком? Мне кажется, что он просто какой-то маргинал, который вот в кругах каких-то маргиналов. У него есть в Твиттере 5000 подписчиков, вот, видимо, не знаю. Блин, это больше, чем у меня. Не намного, Маш, не намного. Блин, но если ты будешь... Потянем тебя, потянем. Он говорит, что вот, например, женщины борются с эксплуатацией, домогательством, изнасилованием, только потому, что они не привлекательные, так они пытаются как-то к себе. Моё любимое, значит, что он сказал, типа, как можно было бы спастись от Холокоста? Можно было ли избежать Холокоста? И он сказал, что да, нужно было сказать да Инквизиции, и нужно было, типа, всем обратиться в христианство, и тогда не было бы проблемы с... Ну, тогда, типа, не было бы проблемы. Ладно, нет, я не буду углубляться в это. Ну, спасибо, ты просто, ты мне добавил сейчас вот все чувства, которые я испытывал от переписи населения сегодня. Они как будто бы ко мне вернулись снова только в более... Короче, меня что смешно... Ну, в смысле, чувак явно дебил. Смешно, что его во всех пабликах правых, типа, там, тоже... Меня сегодня... Напрыгни на правые паблики. Потому что я эту новость читал только в их подаче, ну, то есть чисто... Вот. Там его подают как левого профессора. Я бы не сказал, что... Потому что я сказал, что это левый... Во-первых, что он левый особо, это странно. А-вторых... Он крайне левый в израильском смысле. Он антиизраильский, да. Ну, вот. А-вторых, то, что он профессор, это явно не кор его личности, скажем так. Чего он профессор? Киселчей? Ну, то есть, да, что, как бы, вот то, что я писал, он явно... Радикальный активист. Да, но по факту расист. Я бы даже назвал его нацистом, потому что он говорит, что вот есть, типа, белая раса образованных людей, которые должны рулить. А вот все черные необразованные должны сидеть там, где они сидят. Не нужно лезть, значит, в какие-то страны. Он против, естественно, против мигрантов. Ну, да. Вот. И, кроме того, он там активно оправдывает всякое... А, он себя приравнивает... То, что у него стулом запулили, он себя приравнивает к джетам терактов. Он говорит, что вот, в Аде, значит, убили людей и после этого, значит, заблокировали весь город. А когда в него кинули стулом, в ваш доте ничего не заблокировали и продолжили усиливаться. Ну, он дебил, как этот, сейчас скажу тебе, кто? Панасенков. Ну, в российский этот историк, слышишь историю, не знаю, кто он такой историк. Панасенков. Панасенков, да. Ну, который популярный, мемный историк. Вот. Он, возможно, менее идиот. Панасенков, да? Панасенков. Панасенков. Возможно, он просто менее идиот, потому что он тоже выступает с такими правыми, там, супернаправдками, там, налеваков и прочих. И у него такой себе, короче, такой себе медийный след. В общем, вот. Ну, мне кажется, это какой-то дебил. Да, абсолютно. Я не поддерживаю то, что кидать стульями в дебилов, но, да. Правый, левый, ладно, но у парня ноль эмпатии, просто ноль, какая-то отрицательная величина. Что вот эта улыбающаяся фотография на фото могил, что сравнение. Мне кажется, он просто, типа, пытается вот на этом эпатировать как-то. Да. А при том, что на него подавали в суд за разжигание ненависти, и суд его оправдал, потому что, типа, свобода слова, и он может делать такие высказывания. И вот. Последнее, что я добавлю, что он из... Ну, не знаю. Короче, из хорошего, из того, что я нашел, он активно выступает за вакцинацию, и он постоянно сравнивает жертв коронавируса от жертв теракта. Он говорит, что вот от коронавируса больше умерло жертв теракта, поэтому нужно меньше бороться с террористами, больше бороться, типа, с вакцинацией. Ну, по мне, это как будто ты пытаешься что-то хорошее, вот тебе оторвало ноги, и ты такой, ну, зато мне в тренажерке не нужно день ног теперь делать. Это определительно вот такое что-то. Ну, да, да, да. В Мексике произошла нацистская свадьба. Нацистская свадьба — это наша новая рубрика. Тут вообще без, ну, каких-либо без шуток, это не метафора, это буквально нацистская свадьба. Они её провели в день, когда поженились Адольф Гитлер и Ева Браун, и они оделись в форму СС, и у них был нацистский флаг, и они ехали на Фольксвагене, у которого на номерном знаке были, ну, буквы СС, вот эти руны фашистские. Они очень любят Гитлера. Они потом давали интервью каким-то мексиканским газетам и сказали, что ну вот нас заставляют верить, как бы, ну вот, всюду нам говорят, что Гитлер плохой человек, а мы его не рассматриваем совершенно с его хороших сторон. Но не всё так однозначно. Да, не всё однозначно. Были у Гитлера хорошие стороны. Они причисляют эти хорошие стороны, на хорошие стороны такие. Гитлер был вегетарианцем и спас страну от голода. Гитлера любили... Потому что меньшее количество вортов. Подожди. Ещё. Гитлера любили его друзья и его семья. Он был примерный семьянин. Да. И ещё, наконец, он поприветствовал Джесси Оуэнса. Это потрясающая история. Я его расскажу целиком. Джесси Оуэнс это чернокожий атлет, который участвовал в Олимпийских играх берлинских в 36-м году. Там было довольно много в целом чернокожих атлетов. Ладно, об этом попозже. В общем, он выиграл четыре золотых медали, больше, чем кто-либо. И есть как бы такая история, миф гуляющий много лет о том, что Гитлер его не поприветствовал. На самом деле, как бы не по жалому руку. На самом деле... Можно я про Джесси Оуэнс немножко расскажу? Или про Америку, про то, как вы в Америке принимали. Можно я расскажу про это? Да, расскажи. Всё. Спасибо. Ну, хочешь просто передам тебе слово в какой-то момент? Не, я думал, ты... Короче, на берлинских этих играх олимпийских в первый день Гитлер поприветствовал всех победивших, получивших медаль немецких спортсменов. То есть, если выигрывал медаль какой-нибудь француз, скажем, или англичанин, он не приветствовал. К немцам подходил и пожимал руку. И ему сказал председатель Олимпийского комитета вечером первого дня, что, слушай, нельзя так. Ты или приветствуешь всех, или не приветствуешь никого. Гитлер сказал хорошо и не стал никого приветствовать. Но на второй день, когда выиграл как раз свою первую медаль Джесси Оуэнс, по отчёту одного из журналистов, которые там были, значит, Джесси Оуэнс, он встаёт на призовое место, улыбается, кланяется, Игер Гитлер gave him a friendly little Nazi salute. Маленький, дружеский, нацистский салют в сторону Джесси Оуэнса. Такая мини-зига. С нежностью зиганул. Чуть-чуть, да, да. С нежностью зиганул, да. Да, с нежностью зиганул. Вот, ну да, Лёва, ты прав. Потом возвращается Джесси Оуэнс в Штаты. Он и ещё 17 чернокожих атлетов. Есть ещё какие-то атлеты с кожей белого цвета, и в Белый дом приглашают только атлетов правильного цвета. А Джесси Оуэнс и ещё 17 чёрных спортсменов их просто игнорируют. Почему? Потому что они на фоне смотрятся лучше, типа Белый дом, белые люди. Вот такая была логика. Да, не должны выделяться. В то времена ещё были раздельные школы для белых и чёрных в Америке. Это капец так недавно было. Да? Да. Вот. Вот, значит, а ещё последний-последний аккорд. Они поженились, на самом деле, эти двое мексиканских ребят, фанатов Гитлера, они поженились, сочетались гражданским браком ещё в 2016 году, и они всё это время ждали, чтобы можно было 29 апреля в день в юбилей свадьбы Адольфа Гитлера и Евы Браун провести католическую службу в церкви. Просто не было они, ну, потому что, очевидно, добрые католики. Блин, реально интересно искать хорошее в Гитлере. Ну, ну, локти у него были красивые. Ну, то есть, такие какие-то факты. Там просто потрясающее было предложение, что друзья были от него без ума. Типа, но у них же явно, ну, были какие-то причины, почему его любили. Да, нет, там мало. Как-то раз на обеде его, значит, сотрапезник чихнул, и он сказал ему, будь здоров. Какие-то вещи. Неплохим человеком был. Мне кажется, достойно переодеваться в его одежду, и на фоне того, что он сделал, ну, как бы, мне кажется, уравновешивает, как будто бы, будь здоров, и вот то, что он сделал. Можно одеваться в Гитлера, да? На аргумент о том, что Гитлера любили друзья, я бы хотела сказать, что, очевидно, друзья его любили если бы большее количество человек любил его бескорыстно, он бы... Чтобы так толпа людей окружила его, и так обняли его крепко-крепко-крепко, пока хрустеть не начало. Нам было всё в порядке. Да. Ладно, давайте перейдём у нас ещё, всё ещё мы в рубрике международные отношения. Мы хотели ещё немножко прыгать про США. Да, там есть история, которая не совсем относится к еврееву иудаизму, но она глобальная, и про евреевы там Маша расскажет. Там, в США, сейчас у них идёт такой очень важный процесс по абортам, потому что у них есть решение Верховного Суда от там 63-го года о том, что можно делать, что, наоборот, нельзя запрещать женщинам делать аборты, и там прям прописано в какие, ну, в какие сроки, там, что можно, что нельзя. Вот. А дальше там штаты уже сами более-менее регулируют эти вещи. Вот. И сейчас у них Трамп назначил трёх судей за время своего президентства, и у них там сформировалось консервативное большинство, и они пытаются пересмотреть этот закон в пользу о том, что нельзя делать аборт, ну, что изменить, в общем, его. Вот. И там у них произошла утечка, собственно, почему вообще узнали, потому что случилась утечка документа, который подготовил один из судей, значит, проект нового закона, и там прямо оно сильно более консервативное, что там нельзя, там, и прочее. Ну, точнее, штаты могут сами решать, но базовое, что можно, можно запретить. Вот. Это достаточно, ну, редкая штука, то есть редко, когда происходят утечки из верховного судата, явно там люди не согласны и хотят вызвать общественное возмущение этим делом всем. Вот. И Маша расскажет, как это связано с евреями, просто из интересного. Да, ну, связь не то, чтобы, не в смысле это связано с евреями, просто у евреев, еврейских женщин, у евреев есть религиозное право на аборт, потому что в иудаизме аборт разрешён. В иудаизме всегда, когда возникает вопрос, потому что в Америке кто проталкивает этот закон христианин-консерватория, которые считают, что зародыш, плод важнее его жизнь, важнее, чем жизнь матери. И как бы, ну, на самом деле спорно, что это по-настоящему христианская позиция, потому что, ну, по-разному можно трактовать Библию. В иудаизме всё довольно однозначно. Если встаёт выбор между жизнью матери и жизнью плода, то выбирается женщина. Ну, как в целом в иудаизме всегда все заповеди могут быть отброшены ради спасения жизни человека. Зародыш не считается человеком, это, об этом говорится в Торе, об этом толкуют потом мудрецы. Такая история. То есть, теоретически, получается, что для всех еврейских женщин Соединённых Штатов это нарушение их первой поправки, да? Ну, религиозный прав. На свободу, свободу вирусповедания. То есть, скорее всего, даже если вдруг пройдёт этот закон, пересмотрят его, то еврейские женщины всё равно могут делать аборты. Непонятно, смогут ли, потому что непонятно, будет ли инфраструктура для этого. Да, там не всем понятно, как это будет, но базово интересно, потому что, ну, у них религиозные права часто сильно, ну, чтутся, скажем так, в Америке. Ну да, вот, будем следить. Интересно, надеюсь, что закон не пройдёт. Да, это реально шок. 2022 год, запрещать аборты. Ну, сейчас у нас много всего проходит странного, так что, я уже не удивляюсь. У нас ещё есть из Америки вторая новость по поводу смертной казни. Да, ещё новость из Америки, из штата Аризона. Там есть заключённый, приговорённый к смерти. Он к ней приговорён довольно давно. В 87-м году он был осуждён за убийство восьмилетней девочки Фрэнк Этвуд. И рассматривается сейчас вопрос о том, каким именно образом он будет казнён, как будет приведён в исполнении приговор. И есть два варианта на выбор. Смертельная инъекция или газовая камера с газом циклон-Б. А Фрэнк Этвуд, его мать, еврейка, нужно сказать, она бежала в своё время. Не смешно, грустно, немножко смешно. Бежала в своё время от нацистов. Вот. В общем, очень странный вопрос. Я читала эту новость. В семи штатах есть газовые камеры сейчас. Они не используются с 1999 года. В Аризоне в самой с 2014 года не проводили смертные казни, потому что там была ситуация, когда осуждённому ввели смертельную инъекцию, что-то пошло не так, он два часа бился в конвульсиях, очень тяжело и болезненно умирал. и с тех пор, в общем, пока больше людей не казнили, им теперь пытаются предоставлять выбор, типа, как бы ты хотел умереть, что тебе больше нравится. Электрический стул, инъекция, газовая камера. хочу умереть от старости. К сожалению, нет. Там один из заключённых, он просто не стал отвечать на этот вопрос, и они такие, ну, значит, инъекция. Как видишь, не работает так. В общем, очень странное впечатление от этой статьи, потому что, ну, такое ощущение, что мы, как цивилизация западная, стараемся двигаться в каком-то гуманистическом направлении, и вот у них есть всё ещё та смертная казнь, которая, ну, я сильно против смертной казни. Это, мне кажется, максимум, ну, одна из очень сильно негуманных вещей, которые остались у нас. Это такой пережиток, ну, каких-то, не знаю, мне кажется, времён Дикого Запада, и вот они пытаются гуманизировать смертную казнь. Это так нелепо. И выходит, точно, я читал про эту инъекцию смертельную, что врачу нельзя делать смертельную инъекцию. Плятву Гиппократов. Плятву и всё такое. Поэтому эту инъекцию делают хрен пойми кто, и из этого тоже проблемы, что, типа, они не могут попасть в Вену, там не могут попасть куда нужно, то есть, ну, в итоге там два часа конвульсии, ну, причём это сложности, сложности. Блин, я жду, когда будет более гуманно, ты не знаешь, что ты умираешь от сахарной комы, и тебя... Я не знаю, что такое. Людям запускают в подземелье этого принца в Персии, а знаешь, вот это вот, там дальше уж как бродёшь, так бродёшь. Это уже что-то, это уже... Красивое интюдопе можно снять какие-то голодные игры. Можно, да. Это уже игра в кальмары начинается какая-то. Извините. Ну, я думаю, что скоро до этого дойдёт, да, будут реалити-шоу реально делать из этого. А умрёт ли человек от инъекции? Ну, тут мы прям просто проходим полный круг до хлебозрелищ, там, публичных казней, как зрелище для площадей, там, все дела, да? Ну, я думаю, что там не стоит быть аккуратнее деноцифицировать Соединённые Штаты Америки. Да, блин. А у них уже их газовые камеры готовы. Блин, а почему ещё Россия не решила деноцифицировать Мексику? Там прямо фотки есть. И вообще, вот тот чувак, который в Мексике, вот тот Фернандо, который жених, он ещё там местный какой-то чиновник, как говорят, что он там чем-то занимается. То есть, по факту у них во власти сидит нацист. Алло, в России, что вы там о себе думаете? Лавров. У нас есть хорошие новости. Наконец-то новости технологии. Что, Маша, хорошего в технологиях у нас? Сейчас расскажу. В общем, есть проблема у нас, как у человечества, с углеродом, углекислым газом. Его очень много выделяется в атмосферу, должно быть меньше. Это когда коровы какают? Пердят. В целом, да. Коровы и фабрики. Коровы, фабрики, личные самолёты, разных высокопоставленных лиц. Да. Вот я не пользуюсь личным самолётом. Я молодец. Спасибо, Максим, что ты отказался от личного самолёта ради... А ты моешь баночки из-под йогурта перед тем, как выбросить их в отдельный банк А, в Израиле не перерабатывают баночки из-под йогурта. Только бутылки, бутылки выбрасываем. Блин, плохие новости для Риты. Она мыла баночку от йогурта, и я почувствовала себя плохим экоактивистом. Нет, но она всё равно молодец. Да, безусловно. Так вот, есть несколько способов, в том числе современных инновационных способов что-то делать с СО2. И есть израильский стартап, который придумал такое. Есть воздушный шар. Воздушный шар поднимается очень высоко. На высоте примерно в 50 километрах углекислый газ, углерод. Мне кажется, я сейчас какую-то ошибку совершаю. В общем, он замерзает. И воздушный шар его забирает. И под тяжестью этого замерзшего СО2 он опускается вниз. И таким образом можно очень дёшево забирать из атмосферы СО2 и что-то с ним делать. Не знаю, газировать им газировку, чтобы продавать её в ларьках на бульваре Дизингов. Нет бульвара такого. На бульваре Ротшильд. Ну, просто огромное количество людей, которым в жизни давали лимоны. Они будут давать газ, чтобы они делали из них лимонад. Вот и всё. Вот. И основной их конкурент этой фирмы она называется High Hopes. Большие надежды, высокие надежды. Их основной конкурент это исландская фирма, которая... Я читала по-английски и не до конца поняла. Это, в общем, то ли огромные фены, то ли огромные ветряные мельницы, огромные ветряки, огромные веялки, в общем, фенс, которые из воздуха забирают тоже СО2 и после этого они его впрыскивают в землю и в земле он окаменевает. Кайф. То есть они превращают землю в камень, правильно понимаю? Да. Кайф о нормале. Это очень странно, но, блин, здорово. Да, израильский способ с газировкой гораздо лучше. Да? СОДА СТРИМ, израильская компания, газирует воду. Вот, возможно, коровы пердят, а потом вы пьёте это в воде. Yes! Yes! Экология! Yes! Блин, нет, на самом деле, потрясающие новости, я надеюсь, что это будет и дальше. Да, единственное, что я вот такие, читаю про такие стартапы, потом жду какой-нибудь новости, что... Но также выяснилось, что эти шары ужасно влияют на популяцию китов. Киты видят шары, пугаются и совершают харакири именным мечом самурая, короче, в таком духе что-нибудь. Потому что постоянно какая-то такая хрень. То есть там сделали новую инновационную штуку там, и она перерывает птиц в мясо, просто там эти ветряки в Германии, просто... Да, солнечные батареи там тоже на птиц влияют. Да, да, да. В смысле, как они влияют на птиц? Ну, насколько я читал, опять же, 60% информации, это верно на 60%, отсвечивает вот эти вот зеркала, которые собирают энергию солнечную, они нагреваются, и птица пролетает, и их, короче, лупит сильно. Ой, это правда, не только птицы. Помните, есть огромная вот эта штука у нас на юге Израиля? Да, в пустыне, да. Как она называется? Ну, солнечная электростанция такая классная. У нас стоит гигантская, она как маяк, вокруг неё очень много в полях разных солнечных, ну, как зеркал, которые фокусируют эту энергию и направляют на неё, и она такая вращается и сияет просто жесть, то есть, когда едешь мимо по дороге... Да, это реально око Саурона, если что, прям больше. оно выглядит, ну, как, не знаю, как такое светлое око Саурона, как если бы, если бы светлая владычица Галадриэль решила бы вырвать себе глаз и вот такое сделать, выглядело бы примерно так. Ну, в целом, это всё равно хорошо, потому что... Но слепит водителей, водители очень недовольны. Я как пассажирка была очень довольна, мне понравилось. Я просто прилипла к стеклу и 15 минут вообще ничего больше не замечала. Ты как будто на сварку смотришь, да? На эльфийскую сварку посреди пустыни. Блин, ну, это классно. На самом деле, чем больше развивается солнечная энергия, добыча её, тем меньше будут пользоваться газом и нефтью, и тем меньше будут покупать её в России, и тем меньше Россия будет бомбить другие страны. Так что, шах и мат, пусть все птицы летят в Россию. Вот так могу сказать, если им здесь не нравится. И срут там на памятнике Ленину. Да. Так, давай, скажем, во-первых, спасибо всем, нашим патронам, которые нас поддерживают. Я напоминаю, что у нас для патронов есть отдельные ништяки, есть подкаст с Верой Котельниковой и замечательный подкаст. И также сегодня мы запишем ещё небольшой новый подкаст «Евреи говорят о вечном», где мы будем разговаривать о сложных вопросах. Вот. Он будет тоже для патронов, будет ссылочка в описании, сможете перейти, поддержать нас, послушать подкаст и просто стать замечательным человеком. У нас даже есть чатик для патронов, где можно общаться. Да. Если что. И сейчас давай ответим на вопросы, которые вы оставляли в анонимной форме и в комментариях на Ютубе. В форме ничего нету, сразу скажу, поэтому нет. Наши люди, они не боятся, не скрывают своё лицо. Да. Они пишут комментарии. Спасибо. Не еврей. Никогда не был в Израиле, хоть и хочу, но каждый раз кайфую, слушаю подкаст. Очень познавательно, интересно. Спасибо за то, что делаете. Спасибо огромное, Павел. Спасибо. Отличный подкаст. Ребята, слушаю почти три года. Так держать. Специально для Макса справедливый мультик про дождь бы Вани и Коли. Посмотрел? Нет? Нет. Посмотрю, спасибо. Я посмотрела. Хороший? Кровава. Ну, как, хороший. Кровава. Кровавый? Хороший. Хорошо, я посмотрю. Спасибо за сайт. Второй раз, начиная слушать этот выпуск, дойдя ночью и дойдя до селёдки под шубообразной шизофрении, решая, что завтра сделаю салат. Нормально, хорошо. Надо бы тоже. Вот, и этот золотой комментарий от Йонтана. Спасибо огромное. Это прям, вот, сделала мой день дважды минимум. Несколько раз. Значит, мы в конце прошлого подкаста реально вскользь упомянули новость о том, что нашему премьеру прислали в конверте пулю и его сыну в конверте прислали пулю. Вот комментарий Йонтана. Беннету и его сыну прислали пули. Никто. Абсолютно никто. Я вам благан. Будем и дальше радовать вас конвертами, контентом, блядь. Простите, блин. Будем и дальше радовать вас контентом. Спасибо нашим патронам. Но мы нашими патронами не будем никому отсылать наших патронов, потому что вы самые величайшие люди на Земле. Да. Вагнера нужно не отменять, а присваивать, поставить, присваивать, поставить того же там гейзера, но в клейзмерской обработке. А, присваивать. Все, я понял. И кольцо Неблунгов в стиле Мизрахи. Ну, идея интересная, но... Ну, слушать я бы это не стала. Но идея хорошая. Не, почему у клейзмера, ты что? Ну, в смысле, это юридическая такая, ну, типа, блин, невозможно смотреть клейзмер. Ладно, хорошо. Нет, я к тому, что, ну, ладно, хорошо невозможно. Хорошо, хорошо. Моя личностная оценка, невозможно слушать клейзмеров. Тангейзер в клейзмерской обработке, возможно, да. Но, опять же, я клейзмерскую музыку могу слушать гораздо меньше, чем длится тангейзер. Вот, да, есть такая проблема. А вот музыка Мизрахи, нет. Я, конечно, не кидайте в меня стульями, пожалуйста, но музыка Мизрахи мне сильно не нравится. Нет, но клейзмеры не совсем Мизрахи, там другое. Нет, там два было примера. Но как будто идея с тем, чтобы отрефлексировать таким образом вот Вагнера и все остальное, она имеет право на жизнь. Это интересная девочка. Ну да. Что ты просто его экспроприируешь и переделаешь. Да, ну то есть, прикиньте, вы его просто сыграть не можете, а тут вам еще и на клейзмерскую музыку на родную его переложить. Ты делаешь его так плохо, так плохо играешь Вагнера, чтобы всем фанатам Вагнера было больно физически. Чтобы Гитлер вот так вот вертелся в гробу. Чтобы издевался, вот. А, блин, у меня была шутка, которую я припас для мексиканской свадьбы, что вот он был, собственно, вегетарианцем, а еще любил искусство, и очень любил Вагнера. Вагнер же отличный музыкант, нельзя его канцелить. Нельзя канцелить Гитлера. Вот, и следующий комментарий как раз. Не нужно никого обвинять, и Леонид Лихенштейн смотреть надо, и Вагнера слушать. С этой культурой отмены у нас вообще от культуры истории ничего больше не останется скоро. Все читать, все смотреть, все слушать, делать свои выводы. Если люди не идиоты, то они и полета Валькирии не обойдут бить евреев. Ну. Если люди не идиоты. Ну, мы знаем, что люди идиоты. основываясь не на рациональных аргументах. Мы вот про это поговорим в специальном подкасте для патронов. Это вот такая вам вкидон. Вкидон очень наглый. Тизер. Тизер, да. Да, следующий интернет Наталья Турчинская очень длинный. Я не буду затетывать, но он в ту же тему. То есть, в плане люди пишут интересные мысли на тему как раз-таки отмены. И как это работает. Ну, это правильно, потому что тема реально сложная. Потому что, ну, грубо говоря, вообще отделение автора от его произведения. Смерть автора. Смерть автора, да. Это концепция достаточно новая. Ты же правильно понимаю? Нет. Не очень. Сколько ей лет? 60. Это мало. В контексте культуры. Я про это и говорю. А тебе сколько лет? 34. А ты уже стар. Это много или мало? Хорошо. Маш, тебе совет на тему борьбы с буквами Z. Буква Z изящно превращается в домик, если дорисовать пять линий. И подпись «Мир», что означает «Мир твоему дому» и «Миру мир». Спасибо, спасибо. Это получается перечеркнутый домик. Ну, получается так. Ну, не знаю. Я такой, чтобы чертить просто линию посередине, получался символ Азова. Мне кажется, это триггерит всех фанатов русского мира еще сильнее. Ну, неплохо, да. Я рисую сердечко поверх. А, тоже неплохо. Спасибо. Да. Я не могу найти от вас на Apple подкасте. Я проверял, мы есть на Apple подкасте. Дарья, надеюсь, найдешь. Да. Что-то мой вреев, он есть везде, я тоже проверял. На Саундклауде, на Спотифай, везде должен быть. Да. Отличный комментарий. Мне, наверное, очень нравится вставлять почаще Лев прав. Так хоть назови имя человека, который так считает. Спасибо, Алексей. И Денис пишет, как представитель знака Овна, мое сердце просто разбито, ожидал, как минимум, в топ-3 войти. Это новость про знаки зодиака по гороскопу, по юмору. Понимаю тебя, Денис, очень хорошо, мое сердце тоже разбито. А мое как разбито, Денис? Ну, ничего. Ты на четвертом месте. Так он тоже Овен. А я на первом или третьем, помню, да? На каком-то нормальном. Помнишь, да? Не помнишь, не помнишь? Ты на первом. На первом, на первом. Но ты этого явно оверрейтед. Да блин. Ладно, спасибо огромное тем, кто пишет там комментарии. Вы помогаете, нам очень приятно, так что мы стараемся их читать. Вот, спасибо большое. Да, в смысле стараемся, мы их читаем. Читаем, да, читаем. Поэтому пишите, пишите побольше, вот, поддержите нас. Давай расскажем смешную историю, почему у нас маленькое расследование, у нас почему-то увеличилось сильно в два раза количество просмотров на Ютубе, и я начал разбираться, значит, искать в статистике, откуда так просто резко в день увеличилось на полторы тысячи просмотров на Ютубе. Это очень странно, потому что на остальных источниках все как обычно. И я зашел и проверил, значит, что в какой-то день нас 28 тысяч раз Ютуб показал, предложил посмотреть людям. И вот полторы тысячи людей перешли по ссылке и открыли наш подкаст, и оказалось, что это люди возрастом 65 плюс из России. Я не знаю, почему наш подкаст им выпал в предложке, но у меня есть идея, что это когда Лавров начал рассказывать про евреев-нацистов, и они начали гуглить евреев-нацистов, а у нас в подкасте в названии была «Нацистская свадьба», а подкаст называется «Что там у евреев?» И получается, что у нас есть и нацисты, и евреи в названии. И, видимо, это им выдало, и они такие, сейчас мы узнаем всю правду, что там по нацистам-евреям. А ты поэтому, ты поэтому, когда говорил про Лаврова, говорил, что твоя реакция, давай, 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 говори ещё, ты хочешь, чтобы это продолжалось ещё одну неделю? Для просмотра всего остального нужно сказать, значит, Украина, Россия, нацисты, Азов, всё, все слова, мантра сказаны. Так мы и без этого говорили. Подожди, сказать или написать? Я не знаю. Ну, мне кажется... Какое-то магическое действие, да? Да, возможно, нужно написать, не знаю. Ещё соль через себя бросить нужно. То есть, Украина, Россия, нацисты, Азов. Вот о чём мы не рассказали, печать со словом Зая. Да, но уже поздно. Так, давайте я... Короткая рубрика будет. Рубрика хорошей израильской музыки, которой давно не было, а всё потому, что я слушал ираильскую музыку новую, и она всем её бесила ужасно. 2022 год, ничего не мог найти. И вот я нашёл Оли Данона. Это не йогурт, это так зовут человека Оли, а зовут его Оли, фамилия Данон. Это молодой, очень, 99-го года, получается, 23-24 года. Да. Вот музыкант, у него же два альбома. Первым выпустил, когда ему было 17 лет, и он прям так себе, очень слабый какой-то инди-музыка, где он просто под гитару поёт унылые песни. Вот, а второй альбом уже стал гораздо лучше. Альбом называется Арба Онот Шана. А Шана? Получается, 4 сезона года. А зовут его Вивальди? Нет, его зовут Данон. Фамилия тоже хорошая. Это такое, и у неё получилась музыка в стиле Ambient плюс Инди, очень крутая, потому что с ним работал хороший израильский продюсер, я не помню его имени, но неважно. То есть музыка получилась очень качественно, очень круто сделана. Альбом такой, достаточно концептуальный, где он рассказывает, поёт о своей, жизни в короне, одиночестве и всё такое. И поэтому очень... И при этом грамотно сделан альбом, что самые сильные песни в начале, то есть ты включаешь альбом и в начале такой прям класс-класс-класс, потом уже там чуть слабее песни, но тем не менее альбом очень хороший получился. Это прям пока лучшее, что я слышал. То есть чувак сделал карьеру, и получается нам найти про коронавирус, про пандемию. Да, прям... Хорош. Но он всё ещё пока вот не звезда, но он такой подающий надежды. Его очень хорошо ценят критики в Израиле. Вот и я, как тоже израильский критик. Критик, да. Хороший. Вот, поэтому поставлю вам в конце песню, послушайте, очень хорошо. Спасибо огромное. Спасибо всем, всем, кто слушал, всем, кто комментирует, всем, кто ставит лайки, дизлайки. Вот, оставляйте ваши реакции. Спасибо большое всем за поддержку. Услышимся, возможно, через неделю, а может быть позже. Я уеду в отпуск, это будет супер. Я надеюсь, что они запишут. Ну, запишут? Ну, есть шанс. Вот, есть шанс. Всё, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok רק נשארו התמונות ומספר על היד אם יכולתי לתת לך מקלט אז הייתי נותן לך אם יכולתי למות במקומך אז הייתי נקטרף ארבעלות השנה בדקה מסיעת ארבעלות השנה בתוך המיטה לבן לבן תודה רבה תודה רבה תודה רבה